Инициативное бюджетирование получило импульс развития. Перспективы проекта «Уютный Ямал» обсуждают в Новом Уренгое. На обучающий семинар собрались специалисты из ближайших муниципалитетов, те, кто и дальше будет помогать воплощать народные идеи за бюджетные деньги. Как сделать это наиболее эффективно? В каждом городе и поселении свое видение, обобщить приобретенный опыт и лучшие практики участникам семинара помогают приглашенные эксперты из Всемирного банка. Слово Павлу Прожагину. Инициативное бюджетирование – новый вид диалога между властью и обществом. Для людей возможность заявить о своем видении необходимых и первостепенных изменений, а в чем-то и решение проблем. Для руководства городов и поселков – предметная обратная связь. Первый сезон проекта показал – северяне активно откликнулись на призыв сделать Ямал уютнее в каждом городе и поселке по-своему. Мы, наверное, единственный регион в стране, кто инициативное бюджетирование в такое определенное демократическое русло пустили. Когда на местах, в муниципалитетах сами определяют порядки, как развивать инициативное бюджетирование, какие схемы при этом применять, как вообще вести диалог с населением, какие средства, какие проекты и так далее. Ограничения от окружной власти, каких-либо ограничений нет. Благодаря уютному Ямалу в Новом Уренгое появится сквер и монумент в память о героях Великой Отечественной войны. Их установят в Лимбияхе. Именно эта инициатива собрала больше всего голосов. Цена вопроса – 1 миллион 300 тысяч рублей. Проект воплотят в жизнь в 2020 году. Эскиз тоже будут выбирать горожане на портале «Живем на севере». Казалось бы, система отработана и хорошо себя зарекомендовала. Но останавливаться нельзя, уверены эксперты Всемирного банка. Лучшие практики нужно изучить и обобщить. И при этом помнить, ради чего создавался сам проект. «Практики инициативного изучения – это, в первую очередь, практики не про стройки. Это не про ремонт. Это про диалог, который выстраивается между людьми и властью. И вот как этот диалог выстраивается, как он получается, и от этого многое зависит успех». Ямальцы активно подхватили новый тренд. Этот импульс важно сохранить. Люди должны видеть, что их идеи воплощаются в жизнь здесь и сейчас, а не в долгосрочной перспективе. Поэтому даже при большом объеме финансирования ставку нужно делать на решение тактических задач. «Размер средств – это тот случай, который, в общем, может быть не самоопределяющий, не самый главный. Потому что вот те проекты, скажем, которые делаются в регионах очень дорогие и очень большие, скажем, мне лично иногда меньше нравятся, чем проекты, которые выполняются достаточно разумных средствах, которых легко поконтролировать, которые делаются в течение одного года, и люди реально смотрят». Решать, на что власть должна тратить деньги, могут и подростки. Они тоже подключились к процессу инициативного бюджетирования. Правда, там объем финансовых вливаний лимитирован. Каждая ямальская школа получит на эти цели по 300 тысяч рублей. Павел Прожогин, Богдан Жиделев, Служба новостей, Импульс.